Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Западная Армения и ее ветераны. Церковь Святого Степаноса в Ване в Западной Армении станет туристической достопримечательностью. Алиев подписал указ об объявлении 2022 года годом Шуши. Какое значение имеет Рождество? В Западной Армении дикая природа находится под угрозой, что также влияет на сельское хозяйство. Реорганизатор Рубен Саркисям представил коллет короля I века до н.э. Фильм о борцахе «Когда стихнет ветер» получил награду в Индии. Президент Арменак Абрамян посетил ветеранов Западной Армении, чтобы передать свои наилучшие пожелания на 2022 год. По этому поводу президент Жан Казаросян направил Арменаку Абрамяну приглашение принять участие в Генеральной ассамблее Ассоциации бывших бойцов и борцов армянского сопротивления, которое состоится 12 марта 2022 года в Каннах. Ветераны подготовили материалы общего собрания. В ходе обмена мнениями обсуждался журнал «Анаид», в первом номере которого представлена статья о восточном регионе ветерана в Армении. Врежа Браамям подвел итоги шестой сессии второй встречи парламента Западной Армении, которая прошла в этом году в Дейсане, что дало возможность встретиться с другими ветеранами Лионского региона. В ходе этой встречи он смог представить главную встречу бывших бойцов на выставке «Столетие Северского договора», на выставке армянского наследия Западной Армении и Арцаха на Антибах. Новый 2022 год начинается с множества новых проектов, в том числе в сотрудничестве с Каннской ассоциацией знаменосцев. Муниципалитет Вана в Западной Армении приступил к благоустройству дорогу, чтобы облегчить для посетителей дорогу, ведущую к армянской церкви Святого Степаноса XVII века. Мехмед Топ, преподаватель факультета истории и искусств Вана, которому исполнилось 100 лет, сказал, что они давно изучают исторические структуры региона, отметив, что церковь отличается своим историческим, прошлым и архитектурными особенностями. Топ добавил, некоторые из этих построек сохранились до наших дней, а некоторые исчезли. Примечательно, что церковь сохранилась своими архитектурными особенностями как внутри, так и снаружи. Церковь, имеющая историческое значение, была разрушена из-за природных условий и равнодушия людей. Президент Азербайджана Илхам Алиев подписал указ об объявлении 2022 года Годом Шуши. Об этом говорится в сообщении главы государства. Кабинету министров поручено разработать и реализовать план мероприятий, связанных с Годом Шуши. Напомним, 9 ноября лидеры России и Армении Азербайджана достигли договоренности о размещении российских миротворцев в Арцахе. Была подписана декларация, которая передает Азербайджану семь районов Арцаха – Шуши и Годрут за исключением одного села, села Аскиранского и Мартунинского районов, а также села Талиш и Матагис Мартакерцкого района. Мы попросили президента армия Накабри Амяна отреагировать на этот указ. Этот указ, как вы знаете, является очередной провокацией Ильхам Алиева. Вопрос начинается воображение Ильхама Алиева, которому действительно удалось реализовать одну из этих мечт, благодаря государственной коалиции, то есть хищениям. Армянская цитадель Шуши, а также большая часть территории Арцаха. Вся эта ситуация напоминает мне миф об Икар. В данном случае знающие люди знают, что наша нация представлена ар. Однако можно вспомнить и протокол средневековой столицы. Они был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году, когда власти Республики Армения одобрили эту запись от имени Турции, а не Западной Армении. Чудесно и прекрасно тайна Рождества, которая светит перед нами, как яркое солнце веками и с протяжения нашей жизни. Мы верим, что Бог воплотился в Иисуса Христа и явился всему человечеству, чтобы освободить человечество от последствий греха и открыть новые горизонты для его жизни. Это великая и чудесная тайна. Ребенок, родившийся в Хлеву в Вильфиеме, был сыном Бога, который пришел в мир, чтобы примирить грешного человека с Богом и прославить Бога. Он оставил небесную славу, чтобы обеспечить спасение человеческих душ, обогатить обанкротившиеся души человечества. Он пришел как свет миру, чтобы просветить сердца людей. Статья полностью доступна на нашем сайте. Аладей Ингая, доцент факультета ветеринарной медицины Тигранакердского университета в Западной Армении, отметил, что дикая природа находится под угрозой исчезновения в южных регионах Западной Армении. Он предупреждает, что некоторые виды диких животных больше не встречаются в дикой природе, из-за чего охота запрещена, а среда обитания деградирована. Более 250 раненых животных доставили в Центр спасения и реабилитации диких животных диджле. Оказалось, что животные, в основном птицы, были застрелены охотниками, несмотря на запрет. Мы должны их защищать, иначе мы не сможем заниматься сельским хозяйством. Мы больше потеряем нашу продукцию и нашу природу. Об этом на своей странице в Facebook написал архитектор-реконструктор Рубен Саркисян. 120 звезд, 98 треугольников, около 400 бусинок и жемчуг – вот что было на колете короля первого века до нашей эры. На мои финансовые избережения и не на фильм, а на научные исследования я планирую опубликовать его в виде книги, в которой будут представлены детали анализа, исследования и воспроизведения костюма короля. Полнометражный художественный фильм французско-армянского кинорежиссера Норы Мартиросян «Когда стихнет ветер» получил награду правительства Махараштры Прахбат на 19-м международном кинофестивале в Пуне в индийском штате Махарштра. Согласно сообщению, награда была вручена лучшему международному фильму. Напомним, фильм является совместным производством Франции, Армении и Белгии. Событие фильма, «Когда стихнет ветер» происходит в Арцахе. Фильм вышел в прокат 10 марта в Армении. Примера состоялась в кинотеатре Москва. Режиссер попытался снять неполитический фильм, основанный на вере и надежде. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западно-Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!